Но я совсем не против в нынешних условиях наращивать денежную позицию. Я думаю, что если посмотреть на альтернативы, например, на доступные рынки, а затем посмотреть на то, что происходит в мире, я нахожу выход в наличные весьма привлекательным. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди, и как ты знаешь, с самого начала этого канала я настроен по быче к биткоину. Я был настроен по быче к нему, когда он стоил 3000 долларов, 20000 долларов, 60000 долларов, 16000 долларов, неважно. Я всегда буду оптимистом по отношению к будущему биткоина, но на пути к великой и светлой цели нас всегда будут ждать внезапные крахи. Кого-то они напугают, ну а для меня они станут отличной возможностью купить. Сегодня я расскажу о том, как Уоррен Баффет намекает на то, что рынок ожидает крах уже спустя 12 месяцев. А затем я от себя добавлю, почему это хорошо для биткоина. Уоррен Баффет о чем-то намекает. А намекает он о том, что тебе необходимо поставить лайк, чтобы проехать на этом поезде дальше. Большое спасибо за поддержку. Ладно, шутки в сторону. Баффет накопил 188 миллиардов долларов наличными в краткосрочных казначейских векселях со ставкой в 5,4%. Это на 13% больше, чем в начале этого года. Однако Баффет сказал, что справедливо предположить, что на конец этого квартала мы накопим около 200 миллиардов долларов. То есть еще больше кэша. Откуда берется эта наличность? Естественно, от продаж. Уоррен Баффет продает часть акций Apple. Перед началом первого квартала 2024-го Apple была крупнейшей позицией в его портфеле. Она занимала 50% его инвестиций. Но только что он продал 116 миллионов акций Apple, сократив свою позицию в компании на 13%. Обычно в таких случаях гендиректор любой компании объясняет продажи акций налоговыми причинами. И Баффет не исключение. Изменились ли ваши взгляды или взгляды ваших инвестиционных менеджеров на компанию Apple с тех пор, как вы впервые инвестировали в нее в 2016 году? Ну да, мы продали акции. Но на конец года, думаю, Apple все равно будет оставаться нашей крупнейшей позицией. Мы рассматриваем акции как бизнес. И когда мы владеем акциями Coca-Cola или American Express или Apple, мы смотрим на это как на бизнес. У нас нет возможности предсказывать рынок, и мы не пытаемся это делать. Если Баффет продает акции Apple не из-за изменений рыночных или внешних условий, а из-за изменений в бизнесе, не подразумевает ли он, что продажа акций Apple на 20 миллиардов долларов вызвана некими проблемами в самой компании? Продажа на 20 миллиардов долларов. Безумие. Вот что говорит сам Баффет, который намекает на несколько причин продажи. И мы владеем Apple, которая является еще более выгодным бизнесом. И мы будем владеть Apple, пока не произойдет что-то действительно неординарное. Мы будем владеть Apple, American Express и Coca-Cola. Но я совсем не против в нынешних условиях наращивать денежную позицию. Я думаю, что если посмотреть на альтернативы, например, на доступные рынки, а затем посмотреть на то, что происходит в мире, я нахожу выход в наличные весьма привлекательным. Да, мы не ослышались. Уоррен Баффет только что сказал, что он не против выходить из рынка в наличные на данный момент, учитывая все, что происходит в мире. Он хочет еще больше наличных, а не активов. Бергшайя отметила, что они накопили 188,99 миллиарда долларов за первый квартал 2023 года. Еще в феврале у них было 167,6 миллиарда долларов. 189 миллиардов долларов. Это буквально рыночные капитализации General Motors, FedEx и Starbucks вместе взятые. Это просто безумие. И было много предположений, что Баффет косвенно намекнул на то, что он не думает, что рынок будет держаться так же хорошо спустя 12 месяцев. Конечно, Баффет никогда не подтвердит это прямо, но судя по тому, что он говорил раньше, это определенно имеет смысл. Он сказал, что поступил так, потому что не прочь пополнить запасы наличности на данный момент из-за сложившейся в мире обстановки. Я думаю, он имел в виду экономическую обстановку. Позже я спрашивала у него, зачем ему столько наличных денег, куда он их инвестирует. Баффет ответил, что сейчас нет хороших активов, в которые можно было бы вложиться. Похоже, он думает, что весь рынок переоценен. Итак, я могу назвать три причины, по которым Уоррен Баффет это делает. Но это лишь мое мнение. Первое – это фиксирование прибыли, чтобы избежать будущего налога на прирост капитала. Байден объявил, что это будет 44,6%. Вторая причина – хранить как можно больше наличных на случай крупных страховых убытков от участившихся и более суровых погодных явлений. И в-третьих, тот факт, что Баффет на самом деле не против наличных денег. Он не боится сидеть в наличных в таких условиях, особенно при доходности казначейских облигаций на уровне около 5,5%. Скорее всего, в случае краха фондового рынка из-за рецессии он купит все, что только захочет. В прошлом Баффет уже говорил об участившихся экстремальных погодных явлениях и необходимости для страхового бизнеса иметь большую сумму денег в наличных, чтобы всегда защитить Бергшайр от, скажем, полного уничтожения коммерческой недвижимости компании. Так что да, он накопил 189 миллиардов долларов и на самом деле у него нет столько средств для инвестиций, их будет меньше. В прошлом он говорил, что очень большая часть этих денег должна оставаться неприкосновенной на случай страховых убытков. Но тем не менее, он все еще может использовать десятки миллиардов долларов из этой суммы для того, чтобы выкупать просадки на рынке. Но чего же Баффет ждет и почему не инвестирует сейчас, выбирая казначейские облигации под 5,5%? Уоррен Баффет знает, что рецессия уже неизбежна и он любит покупать, когда на рынке случается беда. Вот почему Бергшайр Хэтэвэй, принадлежащая Баффету, накопила рекордные 168 миллиардов долларов наличными. Правда, это было в марте 2024, а сейчас эта сумма уже 189 миллиардов. Сейчас все смотрят на эту инфографику и очень боятся. Баффет начинает накапливать кучу наличных за год до краха рынков. Баффет накопил здесь огромную кучу денег за год до краха даткомов. Затем за год до кризиса 2008, затем за год до коронавирусного обвала в 2020. И вот, наконец, в 2024 году он накопил рекорднейшую за все время сумму наличных денег. Естественно, все ожидают краха через 12 месяцев, как это было раньше. Баффет объясняет это рыночной обстановкой и отсутствием активов для покупки. На самом деле он действует грамотно, оставляет себе возможность выкупать самые большие падения рынков в истории, которые также являются историческими возможностями для покупки. Но вот на что мало кто обращает внимание. Каждый раз после коллапса мы видели вмешательства центральных банков, которые срочно активировали политику количественного ужесточения. Причем с каждым циклом такие вмешательства были все более масштабными. Наиболее масштабное финансовое стимулирование было в 2020 году. Оно было масштабнее, чем все, что мы видели раньше. И угадай что? Следующее стимулирование будет еще масштабнее, чем в 2020. Об этом мы говорили во вчерашнем видео. Возможное финансовое стимулирование экономики в будущем может быть на 15 или даже на 230% больше, чем в 2020 году. И скорее всего Баффет тоже об этом знает. Он знает и о грядущем крахе, и о рецессии, и о вновь включенном печатном станке, который раздует денежную массу доллара. В 2020 году напечатали 22% всех существующих долларов. К чему это привело? Это привело к росту биткоина на 1159%. Биткоин очень прост. Общее предложение денег, напечатанных центральными банками, разделенное на общее предложение биткоинов, которое всегда фиксировано, 21 миллион монет. Вот эта формула. Биткоин взрывается благодаря свеженапечатанным долларам, которые вкидывают в глобальные рынки. Это работает с любой фиатной валютой, не только с долларом. Например, денежная масса в Турции выросла примерно на 61% за год. Посмотри, что случилось с биткоином за этот год по отношению к турецкой лире. Это результат печатного станка. Это результат вот этой формулы. Общее количество напечатанных турецких лир по отношению к общему количеству биткоинов равно рост цены биткоина. Сравни биткоин против доллара сверху и против турецкой лиры снизу. Мы видим, что пара биткоин против доллара явно отстает. Так, биткоин против лиры уже успел отрасти на 50% от предыдущего исторического пика в 2021. Ну а против доллара биткоин все еще топчется на отметках этого пика. Если он сейчас отрастет на 50% выше этого пика, то его цена составит 99 тысяч долларов. На этом все. Меня зовут Богатей Иши Ди. Не бойся грядущих крахов. Используй их и становись богаче. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok